Что учёные до сих пор не могут ответить на вопрос, что из себя представляет время? На этот вопрос действительно ответа не дано. Я лишь могу сказать, что привычные представления о времени, как о некой ленте или нитке, где есть вот некие чёрточки с названиями 2011, 2012, это всё настолько условно и это всё настолько примитивно. Бороться с любыми бедами внутренними и внешними вполне подвластно, если нам подвластно время, где нужно остановить его и в момент остановленного времени решить свои проблемы, остановить волну цунами или вуквыривать население. Что же такое время? Можно ли познать великую тайну этого невидимого течения? Ведь если сможем, то станем обладателями волшебного ключика, открывающего дверь в иные измерения и пространства. Такая способность избавит мир и каждого из нас от бед и несчастий. В одним словом, тот, кто владеет законами временем, тот с точки зрения обывателя фактически является богом. Он может делать всё, что хотите. Некоторые исследователи, вопреки сформировавшимся научным стереотипам, считают, что время не одномерно, поскольку имеет своё прошлое, настоящее и будущее. И на самом деле мы говорим не просто о времени, а о трёхмерной субстанции, в которой на самом деле действительно существует плотность, и эта плотность неравномерно расположена в разных слоях времени. Если время имеет плотность, как, к примеру, вода, то в качестве аналогии давайте увидим трёхмерный объём воды. Известно, что вода чем глубже, тем плотнее. То есть каждый ниже лежащий пласт воды плотнее выше лежащего. Ещё мы знаем, что чем глубже ныряет пловец, тем сильнее его из этой воды выталкивает. А теперь по аналогии представим, что нечто подобное происходит и в океане времени. Мы находимся в огромном трёхмерном бассейне времени, который одновременно находится в огромном трёхмерном пространстве Вселенной. И мы живём в этом времени. Мы занимаем разные этажи плотности. Мы перемещаемся со временем. Мы перемещаемся из прошлого в будущее. Просто потому, что плотность времени, свойство времени таково, что оно постепенно выдавливает нас из прошлого в будущее. Аквалангисты защищены гидрокостюмами. Экипажи подводных лодок и батискафов находятся под покровом субмарин. А вот чтобы обезопасить себя в глубинах океана времени, тоже нужно создать защитный механизм. Или машину времени. Без искусственных каких-то специальных методов, увы, нам не вернуться туда в более плотные слои. Только если мы научимся владеть какими-то искусственными методами. То есть, выражаясь по аналогии с водой, ну, некими грибными винтами. Некоторые факты говорят о том, что машина времени будет построена относительно скоро. По крайней мере, в 23 веке. Люди уже смогут совершать путешествия в пространстве и времени. Город Жирновск, что в пяти часах езды от Волгограда. Краеведческий музей. Выставка, посвященная памяти Евгения Гайдучка. Во всей его деятельности проявлялось вот это вот какое-то фантастическое творчество. Фантастическое, можно сказать, работоспособность и какое-то, даже сказать, предвидение событий. Он был писателем, поэтом, художником. Его знания поражали глубиной, а предсказания, которые он называл воспоминаниями, неизменно сбывались. Будучи солдатом, за несколько дней до начала войны Гайдучок рисует вот эти сохранившиеся плакаты, предсказывая нападение Германии. В июне 41-го стихами описывает причину разгрома фашистов под Москвой. А затем называет точную дату окончания войны. В 70-х он предсказывает перестройку, а чуть позже развал Советского Союза. Вот этот распад Советского Союза, он говорил, что, я один раз сказала, говорю, интересно, когда же Россия-то будет? В Союзную ездишь везде, ну везде все в Союзную приспособность. А в России нищие, кроме Ленинграда и Москвы, пожалуй, ничего нет. Это в те годы. Вот вы молодые, а я помню хорошо, уж приезжаешь в Среднюю Азию, там, ну чего только нет, Самарканд. Им это и не надо, может быть. Допустим, та же очень хорошая косметика, да? Они ходят в своих этих национальных категориях, им ничего не надо. А там это все есть. А у нас в России нет. А он сказал, вот когда эти Советские Республики отойдут, вот Россия начнет тогда крепнуть. Светлана вспоминает интересные сказки, которые папа рассказывал на ночь, когда ей не было и пяти лет. В одной из сказок главным героем был карлик, одетый в скафандр. О каких скафандрах можно было рассказывать в 1949-м? За 12 лет до полета Гагарина. Другая сказка была об инопланетянах, которые подружились с жителями Земли. Ну, фантазий у него было очень много. Мне казалось, что это фантазия. А может быть, это было какое-то предвидение. Его предвидение помогало Светлане избегать неприятностей. Он много раз говорил, не ходи туда. Когда, допустим, не ходи, не надо тебе вот в этот раз так ходить. Почему? Он мне не объяснял. А потом я узнаю, что там не очень хорошие вещи были. Лишь после смерти Гайдучка в 1991-м году Светлана прочитала дневники отца и неожиданно узнала, что он родом из 23-го века. Еще 13-летним мальчишкой он решил со своей подружкой тайком покататься на машине времени. Они рванули сквозь миры и века, но машина неожиданно сломалась и приземлилась в 20-х годах 20-го столетия. Энергии на дальнейший полет оставалось мало, предположительно на одного человека. Поэтому Евгений затолкал ревущую девчушку в кабину и отправил ее домой в будущее. Возможно, она не долетела. Ведь помощи мальчик так и не дождался. Беспризорно воскитальца усыновили добрые люди, и он стал осваиваться в новой, необычной жизни. Евгений Гайдучок умер за 200 лет до своего рождения. В 1991 году. Он оставил потомкам много своих разных талантливых трудов, в том числе и эти картины, названные лентой времени. Десятки полотен рассказывают об эволюции, начиная с первобытно-общинного строя и заканчивая будущим города Жирновска. Гайдучок предсказал, что здесь, в недалеком будущем, будет построен космодром нового поколения. Ну, это вот дар, наверное, какой-то предвиденный. Конечно, это никто ему не рассказал, не сказал. Интуиция, не знаю, что это. За него разве можно говорить? Когда-то мечты о путешествиях во времени воспринимались как сказка. Позже выяснилось, что идея Герберта Уэллса не противоречит теории относительности Эйнштейна. В принципе, не существует законов природы, ограничивающих нас, людей, от любых чудес, которые мы только можем себе вообразить. Все ограничения придумали либо мы сами по глупости, либо по незнанию. Каждый раз, чего бы мы ни касались, мы видим или не видим, находим в ряде случаев какую-то причину, которая лежит на поверхности. Но в любом случае законы времени, распространяющиеся на все, какими-то там тенями отдаленные, стоят буквально за всеми событиями. Наш мир хрупок, а наши знания о нем примитивны. И пока в этом мы не признаемся себе сами, то про любой мистический случай будем твердить. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. С подобными пустыми формулировками мы никогда не изучим природу времени, никогда не сможем им управлять и перемещаться в прошлое или будущее. А значит, нам не суждено прогнозировать и предотвращать глобальные катастрофы. Потому что время пустоты не терпит.